Мал золотник, да дорог. Экспозиция Алексея Александрович Бахрушин. Дом, семья, коллекция занимает второй этаж южного флигеля усадьбы в Горках. Шесть залов, куда переместилась часть собрания из Бахрушинского музея. Коллекция Бахрушина начиналась с группы портретов, которые он купил у одного антикварного торговца. Они были такие запыленные, старые. Он их, как сказать, отреставрировал, очистил, и они заблистали. Русский купец и подумать не мог, что основанный им музей когда-нибудь будет насчитывать более 150 миллионов единиц хранения. Собиратель театральной старины, с детства влюбленный в театр, он и сам занят в любительских постановках, позже окружает себя всем цветом богемы. Как и любой уважающий себя меценат и благотворитель, Алексей Александрович проводил некие такие вечера, на которых собирались знаменитые люди конца 19-го, начала 20-го века. Театральные, литературные деятели. Называлось это «Бахрушинские субботы». Лицедействующие братья активно участвовало в деле коллекционирования Бахрушина. Беспошленно расставалось со своими костюмами, редкими фотографиями, афишами. Говорят, Ермолова, Шаляпин, Немирович Данченко, Павлова и прочие никогда не приходили к ценителю с пустыми руками. И правильно делали, и история их запомнила во многом благодаря таким ценным теперь музейным экспонатам. Экспозиция в усадьбе составлена из трех сотен предметов. Это, конечно, капля в море, но вещи уникальные, от взора любопытных, скрытые до недавних пор в запасниках. Из особенно выдающегося здесь полотно Серова, портреты актеров, видных литераторов, слепки балетных ножек. Так, например, выглядела стопа Анны Павловой. А также предметы интерьера семьи, прекрасное собрание фото. Фотоискусством увлекалась супруга-коллекционера. Сохранилось много негативов, которые работники Бахрушинского музея проявляли и показывали, так сказать, на свет Божий выносили. И многие фотографии здесь именно восстановлены из этих вот негативов. Экспозицию из собрания музея посетителям показывают в рамках общей экскурсии. В данном порядке она будет представлена в горках Ленинских в ближайшие два года. Потом, возможно, изменится или пополнится. Такое гостевание имеет прямой отсыл к истории. Усадьбы до известных времен владел Морозов, оккупцы Первой гильдии Морозов. И Бахрушин водили знакомства. Принадлежали одному кругу. За городом жили по соседству. Если идти по этой так называемой траурной аллее, здесь тело Ленина нанесли до станции, то можно обнаружить один из дачных домиков семьи Бахрушиных. То есть наследие коллекционера разместилось буквально в шаговой доступности от мест его отдыха. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Видное ТВ.